Трутня Трутни 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 И только в самую хорошую погоду. Акт спаривания происходит в воздухе. Природа наделила трутня высокоразвитыми органами чувств. В сложном глазу этого насекомого 7-8 тысяч маленьких глазков, тогда как у рабочей пчелы всего 4-5, а на каждом усике около 30 тысяч обонятельных рецепторов, в 5 раз больше, чем пчелы. Благодаря чрезвычайно развитым органам обоняния под специфическому запаху, летучему половому гормону, который матка выделяет в полете, трутни обнаруживают ее обычно вдали от пасеки и на довольно большой высоте, иногда в 30 метрах от земли. Так как трутни не приспособлены никаким работам, то обвинять их в лености и безделье в высшей степени несправедливо, ведь эта природа во имя продления рода освободила их буквально от всех забот семьи. Эта свобода, однако, обходит с трутням в конце концов очень дорого. После врачного союза с маткой они сразу же погибают, не увидев своего потомства. А те, которые не смогли принять участие в половых актах, после завершения периода размножения перестают получать пищу от пчел и беспощадно изгоняются из гнезда. Обездоленные они гибнут от голода. Живут трутни недолго, 2-3 месяца. Пчелы выводят их весной и изгоняют летом, чаще сразу после главного медосбора, иногда и раньше. Выбрасывают они и весь трутни выросло. При этом каждая семья пчел, повинуясь инстинкту размножения, стараются вырастить трутни побольше, не жалея на них корма. Обычно их бывает по нескольку сотен в семье, иногда до двух тысяч. Такое большое количество самцов благоприятствует быстрому обнаружению ими молодых маток в воздухе и гарантирует спаривание. К тому же в осеменении матки принимают участие не один, а несколько, иногда до десяти трутни. Природа щедра и даже расточительна, когда дело касается размножения. Однако в семьях, где матки старые, маловладовитые, может быть излишне большое количество трутни. Такие семьи обычно меда не дают. Улучшить их можно только сменой маток. Очень много трутни выращивают в семье, где есть не спарившиеся вовремя, то есть в течение трех недель со дня рождения, например из-за плохой погоды, и отрутневшие матки, которые уже начали откладывать неоплодотворенные яйца. Так как такие яйца оказываются в челинных ячейках, из них рождаются трутни, мелкие, со слаборазвитой половой системой. Хотя они, как полагают, могут спариваться с маткой, но это весьма нежелательно. Матка получает недостаточный запас спермы, плодовитость ее снижается, качество потомства ухудшается. Очень важно поэтому иметь на пасеке самцов от высокопродуктивных семей. В них стимулирует вывод трутней, а самцов из слабых семей вылавливают особыми приспособлениями трутни ловками. Рождаются трутни из неоплодотворенных яиц, развиваются в более широких и глубоких трутневых ячейках 24 дня. Поскольку отца они не имеют, то несут в себе наследственные задатки матери. Если матка среднерусской темной породы, то и сыновья будут темными, даже если она спарилась с желтым итальянским самцом. Такова особенность биологии медоносных пчел. Вот здесь отчетливо видны глазки. Посеточное зрение у этих насекомых. Посеточное значит очень много маленьких глазков. Всего вам доброго и до свидания.